Всех приветствую, ребята, продолжаем наше прохождение. Так, ну что, мы уже находимся в локации, в которую нам нужно заходить. Древние руины, доставшиеся Саркорису в наследство от неизвестных соискателей времен мира крушения. Саркорианцы прозвали это место последним пологом. На стенах руин можно заметить многочисленные нажимные плиты, кнопки и рычаги, о назначении которых можно только догадываться. По классике белый экран. Огромное спасибо последнему дополнению. Точнее патчу. Так. Ну давайте поисследуем вообще, что у нас здесь есть для начала. Ничего, к сожалению, да? Так, ага, эти-то у нас уставшие. Давайте-ка их пробафаем, чтобы они там быстрее ножками перебирали. Немного гадости, не очень полезной. Капец, зверинец какой, а? Я каждый раз, как первый раз, удивляюсь. Так, ну что, нашли мы четвертую загадку. Поскольку там есть телепорт, мы сразу же можем переместиться в другие и посмотреть, можем ли мы там что-то сделать. Так, ну что, давайте попробуем. Очень хотелось бы. Это что такое, выбрать плиту? О, господи, зачем так неудобно сделали? Ну, в общем, очевидный результат, что нам нечего здесь использовать. Дверь откроется вот здесь, по-любому. Сюда тоже нечего вставить. А вот здесь почему вот просто на кнопку нажимаешь, и здесь нужно именно выбрать плиту? Ну, в общем, как бы очень неудобно, мне не нравится. Пока у меня слишком много вопросов к последнему патчу. От него стало все только хуже. И как бы этот экран тому очередное подтверждение. Я буду руководить. Сюда мы стоим. Опа. Ну, вот и нашлась первая, куда можно вставлять эти баночки. Ой-ой-ой. Только вот сейчас понять, по какому принципу это работает все. Ну, давайте. Не знаю. Вот отсюда начнем. Прочитаем. Полностью заполненная емкость. Странная емкость с голубой, наполненной неизвестной магией жидкости. Ее назначение загадка. Как и вот эта, да? Вот они появляются. Так, а выйти же надо тоже что-то вставлять? Нет, выйти не надо. Ну, давайте для начала все большие вставим. Вот так, вот так. Шлеп. Сюда, допустим, вставим вот эту. Ага. Понятно, как это работает. Ясно, я понял. Ну, в общем, видимо... Забираем. Появилось как будто бы понимание, что нам нужно сделать. Коричневый, коричневый, коричневый. То есть вот сюда, например, нужно вставить половинку. Ага, но она не с той стороны встала. А если вот эту поставить? Она тоже такая. Угу. Угу. А тут? Хм. Угу. Давайте от фонаря пока натыкаем. Я просто заполню все и посмотрю, что из этого получится. Так, так, так. Ой, как бы... Смотрите, как будто бы я даже правильно делаю. Ха-ха. Так, здесь уже вставлено. Так. Ну, так вот. Угу. Что ж. Что ж. Как бы что ж. М-м-м-м-м-м. Сильно понять мне не стало. Вот что скажу. Ну, основываясь на опыте предыдущих загадок, они все должны как бы идти, ну... В общем, как бы, типа, правильно соединяться. И от голубенькой идет голубенькая, переходит в серенькую. То есть сюда, типа, нужно ставить половинку, да? Только она ставилась не сюда. Вот сюда надо ее. Вот. Вот. Вот так вот. Угу. Или, возможно, вот так по рядам они должны как-то ложиться. Правильно. Ну, вот сюда полную надо вставить, как будто бы. Ну, давайте полную поставим. Хоп. Ну, здесь коричневая, тогда не подходит. Она подходит вот так, но не подходит вот так. М-м-м. Хотя, вроде бы, полные все вставлены правильно. Они как будто бы должны быть по периметру. Вот так, вот так. Ну, вот эту можно заменить на неполную. Во! Похоже, похоже, да? М-м-м. Так, тебя пока уберем. Так, так, так. Ну, полных-то у нас уже, кстати, и нет. Так. А, может, и здесь двушка нужна тоже вот с двумя делениями. Вот так, вот так. А, это полная. М-м-м. Интересно. По какому принципу оно здесь работает? Конечно, ни подсказок ни хрена нету. Это просто. Да, здесь и симпл, но как бы не очень симпл. На стенах подсказок нету. Какие-то там божества нарисованы, неизвестные. Ничего, чтобы мне как-то помогло разобраться в происходящем. Что же, что же. Придется пока посидеть, подумать, но просто перебирать их наугад мне не хочется. Поэтому, видимо, я встану пока в паузу. В общем, несколько потупив, попытався подумать, по какому принципу тут все это организовано. Я не увидел никакой какой-то ясной для себя логики. И решил не тратить на это дофига времени. И все-таки подсмотреть какое-то готовое решение. Поэтому, как бы, вот. Так, эти две у меня стоят уже правильно, как казалось. Сюда мы ставим полную. Только это не полная, казалось. Полная это вот эта, квадратненькая. Сюда ставим... Половинку. Вот так вот. А, или нет, я все неправильно делаю. Или правильно. Подождите, я что-то запутался. Может, я не с того ракурса смотрю? Ха-ха. Ммм. Да, вроде как с того. Тут две, тут две. Но при этом вот эта другая. Может, вот так надо? Так, короче, пустые, они статичны. Ну, типа, они так и лежат. Хм, ну да, вот похоже на правду теперь. Так, так, так. Вот это вот неправильно у меня установлено. Сюда маленькую вот эту надо. Сюда половинку. Сюда полную. Сюда тоже полную. Сюда маленькую. Сюда немаленькую. Что-то опять я не то делаю, походу, да. Вот здесь полная должна быть. Хопа. А повыше? Не совсем. Вот. Так, сюда полную ставим. И сюда. Ага. Вот эти надо местами поменять. Ужас. Совсем неочевидная загадка, как по мне. Что нам там в журнал-то хоть про него написали? Попробую найти его. Подождите. То есть я, типа, итоговую разгадал? Может, так не надо было делать? Типа, сейчас квест выполнится, что ли? Ну, хоть эта картинка есть на том. Спасибо. Достойнейший. Ты опоздал. Голос сфинкса спокойный и монотонный. Безразличная маска уставилась куда-то поверх вашей головы. Мы долго ждали тебя, Ноэра. Мирокрушение закончилось и вместе с ней закончилось наше терпение. Тайны мироздания останутся нераскрытыми. Уходи. Угу. Кто ты? Что здесь происходит? Кто здесь? Ты недостойнейший. Ты не тот, кого мы ждали. Как смеешь ты вторгаться в наше логово и вызнавать наши тайны? Кажется, ты меня не видишь. Ты слепая? Сфинкс молчит какое-то время, словно обдумывая свои ответы. Мы ждали здесь слишком долго. Мы обветшали. Угу. Кто ты? Мы воля великой Ришка Гали, лорда демонов, безликого сфинкса, хозяйки Энигмы. Мы проекция ее желаний. Мы привратник, призванный открыть дверь в вечность для достойнейшего. И кого ты ждешь? Мы ждем достойнейшего, того, кто разгадает загадки, того, кто отказался следовать за своим народом, того, кто пережил мирокрушения, того, кому мы вручим нашу маску и наречем нашим аватарам. Не тебя. Угу. Требуется путь Трикстера. Давно его не было, кстати. Я разгадал твои загадки и хочу награду. Награда предназначена для достойнейшего. Ты ее не получишь. Ты не должен был разгадать загадки. Ты не должен был найти путь сюда. Ты ошибка. Ага. Классно. Ты ошибаешься. Ей есть достойнейший, которого ты так долго ждешь. Сфинкса обескураженно молчит. Пауза затягивается. Долгие минуты проходят в тишине. Ну так как насчет моей награды? Прошло 10 минут. Сфинкс недоуменно поворачивает головой из стороны в сторону, затем разворачивается к вам. Кто здесь? Ты не достойнейший. Ты не тот, кого мы ждали. Как ты смеешь вторгаться в наше логово? Сфинкс обескураженно мотает головой из стороны в сторону, словно пытаясь отыскать вас в темноте. Но через мгновение замирает, будто забыв о своем желании. Интересно. И туда вот, видимо, можно войти. Давайте фана ради на него нападем. Мне просто интересно Энигма называется. Он тут, кстати, какой-то кусок отсвечивает еще. Мне интересно, что у него там по статам и вот это все. Да как будто бы не очень сильный даже. Как будто мы сюда давно должны были прийти. Ну давайте не будем собаку эту сутулую обижать. Придем сюда действительно, когда разгадаем остальные загадки. не только эту. Потому что, судя по всему, мы даже не совсем правильно поступили, так сделав. Возможно, появятся какие-то намеки на то, как это разгадать, когда мы остальные загадки разгадаем. И вот тогда будет все честно. Давайте вот заглянем О, блин, откуда мы пришли-то? Так, ну к наследию древних давайте заглянем. Здесь нам ставить нечего. Сосредоточение тайны. Давайте посмотрим сосредоточение тайны. Тут у меня ничего нету. Надо будет погуглить про этот квест, насколько, типа, корректно мы его выполняем, потому что кажется, как будто бы абсолютно нет. Потому что по журналу, там, типа, разгадать один, второй, там. Ну да. Разгадать загадку в наследии древних, в забытых секретах, в сосредоточении тайны. Ну даже если вот полок мы разгадаем, наверно. Наверное, все-таки пойду-ка я сейчас погуглю все это дело, чтобы понять, что-то происходит. Так, немного покопавшись в интернете, я, в общем, выяснил, что для решения головоломки нужны вот эти зеленые плиты. Они у нас есть, они находятся в капище поруганной веры. Мы там уже супер давным-давно были. То есть у нас есть вообще все для того, чтобы решить эту загадку. Но что-то идет не так, и давайте прям по пунктам пойдем, да? То есть, где мы сейчас находимся? Все. Последний повод мы находимся. Возвращаемся к сервису загадки. И начнем, видимо, с забытых секретов к последнему пологу. Средоточения тайны к наследию древних. Нет, не с него начнем. Давайте со сосредоточения тайны начнем. Так, здесь у нас снова нет плит. Господи, ну что для этого-то надо? Возвратитесь в средоточение тайны и разместите одинарные плиты. Господи. ничего опять не хватает. Видимо, нужно выходить на карту и уже прям перепроверять локацию. Может, мы что-то где-то пропустили, потому что у нас вообще ничего из этого нету. Это жесть вообще полная. Ничего там хорошего нету. Но просто завалить эту гидру как бы не совсем интересно или кто там эта штука непонятная. Что, они там уже все устали и еле плетутся? Так, переобулся, вышел с другой стороны. Так, где у нас убежище Тренделев? Вот оно, убежище Тренделев. И рядом с ним вот где-то вот здесь находится одно из мест нужное нам для получения плит. И вот нам нужно туда. Как будто бы тренделев лэйр. Может не отсюда? Отсюда? Какая прелесть вообще. написано, что вот вот здесь должно быть. Туда, туда, туда. Нам ни туда, ни туда не надо. Нам нужно вот сюда каким-то чудом попасть. Каким непонятно. Что вот пишут? Все очень просто написано для их нахожения. Там чтобы найти плиты требуется отправиться в разоренный длинный дом, который находится в нижней части карты. Все, спуститесь в подвал там и типа все само получится. Вообще огонь просто. Никакие дополнительные комментарии даже не нужны. Не знаю. Ну давайте попробуем сюда встать. Может у нас тут типа перкнуть что-нибудь по журналу вообще не видно, чтобы что-то тут происходило. Просто с какой стороны его можно обнаружить вот не до конца понятно. Когда идем мы тут там или что? Вот снова здесь встали. Туда попасть не можем. у нас же точно нет этих плит с синими символами. У нас только зелеными есть. С синими нету. Ну фиг знает. Может поспать там например и попробовать после этого. Нормально. из твоего крыла получается такой хороший зонтик. Спасибо, что не даешь не промокнуть, когда идет дождь. А если я свежу крылья вот так получится плащ. А если я сведу крылья вот так получится плащ. Я думал это она говорит с дракончиком а оказалось что нет. вот вот сюда нам надо к черту мы не можем здесь пройти знание проверки религия пройдена для чего она пройдена непонятно чего она там своей религии проверяет да отвалите от меня ну в общем находится у нас это место вообще ни в какую хрен знает как бы что делать ну допустим если сходить в другое какое-нибудь место например вместо казни которая так где она находится где-то вверху как будто бы где-то вот типа вот здесь что-ли где-то вот здесь находится да она вот здесь находится ну ну ка если мы попробуем войсками там облутать тут не получается ага так дзен дозор земель яс лагеря переправить лагеря переправить лагеря переправить сойдет ну давай сюда господи ну кто там еще пони интересно еще пони слуга слуга о джубилос ничего себе вот это очень интересно блин ну я бы хотел его тогда при чуть более адекватном сохранении встретить вообще можно с самого начала начать где я там еще нахуй вертел так секунду так и делаем следующим образом лепортируемся в дозор и промахиваемся потому что мне нужно было не в дозор а в лагеря переправить да чтоб его собак так другое дело не знаю сможем ли мы снова джубилос встретить было бы конечно хорошо о супер это чуть ли не какое-то линейное событие как будто бы гожающе монотонную атмосферу мировой язвы врываются неожиданные звуки деловитый говорок ленивое ржание пони стук инструментов и все это прерывает весьма выразительный голос кстати блин сюда бы нэнио взять давайте давайте нэнио возьмем возьмем да так будет круче намного ща ща я все сделаю а с нэнио мне вот не удалось его встретить однако аж блин но один хрен я вот здесь не могу переместиться вот сюда ах ё-моё это конечно вообще плохо плохо джубилост не дали кстати вон тюрьма неизбежности открытой стала да чё ж так плохо то о неужели оно 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 в угрожающем на тонну атмосферу мировой язвы врываются неожиданные звуки геловитый говорок ленивые ржания пони стук инструментов и все их прерывает весьма выразительный голос летучий корабль как вам только в голову пришло предложить мне такое может быть ещё скажете что мы должны путешествовать порталами нестись по небу на кроватой колеснице и не надо смотреть на меня так я знаю что вы хотите сказать что этот фургон уже пережил такое что и в кошмаре не приснится что ему пора на пенсию отдыхать греть колеса скрипеть осями и рассказывать внучатам фургонятам сказки про бурную юность что я могу что я мог бы позволить себе более солидное средство передвижения а не эту рухлить но это я скажу что выдающиеся исследователи и первооткрыватели совершали экспедиции на своих двоих и не жаловались а вы не в силах пережить даже комфортное перемещение по земле в обычном фургоне закончив фразу обладатель выразительного голоса оборачивается к вам кивает так будто никого иного и не ожидал увидеть Джубилос Нартропол я здесь проездом имя вам хорошо знакомо Нартропол эксцентричный гном-ученый из Апсалома путешественник исследователь популяризатор науки журналист автор дюжины книг и бесчисленных статей за излишне острый язык был приговорен к смерти или изгнанию в трех-четырех странах Галлариона слухи о его смерти от рук того или иного обиженного монарха возникают каждый год просто руки чешутся тебя убить потрясающе так я слыхал о тебе ты ученый и исследователь ведь так ныне поглощенное очеркание в своих записях при звуке имени вскидывает голову Джубилос Нартропол автор дистилляции магических жидкостей и в полевых условиях да это я полагаю имею честь разговаривать с коллегой с коллегой и успешной соперницей будущей успешной соперницей я собираюсь занять ваше место на кафедре в колледже мистерий на пути к роли ректора конечно же кстати кровь мифических демонов не дистиллируется вашим методом как и слизь обыкновенной плотоядной жижи само собой Джубилос совершенно не кажется задетым напротив он смотрит на ныню с все возрастающим интересом мой метод разрабатывался для дистилляции проводимой на плане материя для жидкости превосходящих из плана материи кровь демонов любых эти условия не подпадает для экстрапланарных жидкостей я разработал новый метод статья с ним должна быть выйти в номере алхимии и жизни алхимии и жизни 4817 года вообще-то до 4817 года еще целый век это да точно статью просто запланировали на публикацию заранее не слишком уверенно замечает Джубилос вообще-то для нужд моей энциклопедии мне не нужны данные об экстрапланарных существах поэтому демоны и их кровь как таковые меня не интересуют но я не закончила раздел о культистах алхимиков зелья на основе демонической крови являются основным продуктом их деятельности чтобы подтвердить тезис о том что знания среднего культиста алхимика ничтожны мне необходимы прорывные сведения в их области деятельности подход настоящего ученого я бы мог наверное задержаться попытаться по памяти восстановить мой метод но у меня совсем нет времени Джубилос вздыхает с явным сожалению так ты энциклопедист при этом практик и полевой исследователь да все так я нэнио мне нужно уточнить всего пару деталей до остального я додумаюсь сама конечно рад буду помочь даже если ничего не выйдет мы могли бы продолжить обсуждение вопроса по переписке это какой-то вид научного флирта очень даже может быть но вернусь к вопросу до какой-то степени я должна до какой степени я должна насыщать кровь паром в процессе дистилляции предыдущая попытка закончилась взрывом что позволяет предположить что порог прочности стандартного перегонного куба не бесконечен до какой степени насыщать что джубилост меняется в лице ты используешь перегонный куб прямой конструкции да кубы закрытой конструкции несостоятельны это абсолютный полный невероятный бред в своей второй статье в алхимии и жизни я однозначно доказал что кубы прямой конструкции не подходят для магических жидкостей и только должным образом изолированный змеевик с паром позволяет считать процесс дистилляции эффективным джубилост сверлит на нее взглядом в разделе моей энциклопедии о практике применения перегонных кубов я полностью уничтожаю все тезисы твоей статьи о преимуществе кубов закрытого типа ха джубилост возмущенно складывает руки на груди потом выражение его лица скучнеет так ты интересуешься дистилляцией уважаемая прекрасно оформи подписку на алхимию и жизнь и жди пока моя статья доберется до этих краев к сожалению я очень спешу и никак не могу помочь советам так о чем мы говорили тут командор вот не зря сходили до меня доходили слухи о твоей смерти джубилост подчеркнуто пренебрежительно пожимает плечами эти слухи ходят постоянно я не кабинетная крыса полевой исследователь и картограф я провожу в пути большую часть времени и лишь ненадолго останавливают чтобы завершить работу над рукописи или прочитать лекции всякий раз когда меня проглатывает неизвестность новых таинственных земель злопыхатели начинают рассказывать о моей смерти мне приписывали гибель в морских пучинах около ока Абендега смерть от рук шепчущего тирана в дни падения последнего оплота и куда менее впечатляющей смерти например утопление кобальдами в речке в одном неотмеченном на карте местечке чушь я не мню себя бессмертным но до сих пор избегал встречи с форазмой мне еще слишком много надо узнать об этом мире речи джубилост кажется уверенной нет причин сомневаться в его словах однако он упомянул падение последнего оплота как всем известный факт однако вы точно знаете что это государство живо и здравствует ты проездом оказался так далеко в мировой язве а что тебя смущает конечно я не имел ввиду случайно проездом означает что я не намерен вести здесь продолжительную исследовательскую или просветительскую работу так немного наблюдений здесь и там так а что с твоей повозкой о пожалуй с этого надо было начинать беседу моя повозка прискорбно застряла и мои помощники джубилост бросает сверливый взгляд на троицу переминающихся ноги на ногу гномов оказались абсолютно неспособны применить простейшие практически навыки и подчинить несчастный фургон я был бы признателен за помощь командор всего то и нужно что приделать колесо расчистить дорогу и успокоить бедных пони они в сильнейшем стрессе от всей этой понимаете ли мировой язвы так подожди откуда ты знаешь что я командор я не представился джубилост поправляет очки очевидно все дело в моей проницательности ты же не ждешь что знаменитый ученый окажется столь невежественным чтобы не узнать самую значимую историческую фигуру в этой местности и отрезке времени ты просишь меня починить повозку меня командора пятого крестового похода и обладателя мифической силы почему нет может быть твоя мифическая сила позволит тебе щелкнуть пальцами и материализовать новую повозку если нет я буду благодарен за починку этой ты за вещь это замечательно не думай что я из числа неблагодарных негодяев я непременно упомяну факт твоей отзывчивости в статье которую напишу об этой встрече я собираюсь сделать пару заметок а ты можешь приступать к ремонту командор ага так плутовство починить колесо 10 минут работы немного приложенной смекалки и колесо встает на место так как будто никогда не отлетало я тут задумался командор говорит джубилост едва следивший за вашими попытками починить его повозку что ты думаешь о своем месте в истории ты принес немного здорового целительного хаоса застывшие порядки крестовых походов и открыл двери элизиума кто бы мог подумать это что попытка взять у меня интервью будь это интервью я задавал бы неудобные вопросы у меня их поверь немало джубилост смотрит на вас из-под очков таким взглядом будто ему известны все ваши секреты до последнего я мог бы начать с вопроса об источнике мифической силы которая заставила весь мендов считать тебя избранным богами и перейти к вопросу каково это ощущать себе героем одной из величайших афер в современной истории но я всего этого не делаю всего лишь удовлетворяю любопытство может моя судьба и сложилась причудливо но я доволен выбранным путем и тем кем я стал а довольны ли те кто вынужден следовать за тобой те кто от тебя зависит джубилост поправляет очки или ты из тех кто идет вперед на пролом не удосуживаясь узнать о мнении окружающих впрочем кто я такой чтобы читать мораль величайшим деятелям современности иди своей дорогой и дезна тебе в помощь а я просто недолго постою на ее обочине и кое-что запишу в свой блокнот ты тоже чтишь дезну ты должно быть немало путешествовал и многое видел богиня улыбается странником а сестренка дезинитка и весьма необычного рода джубилост с любопытством смотрит на рушилай да я много где бывал и надеюсь еще побывать но я удивлен твоему восхищению неужели галларион для тебя запомевает чудеса экстра планарного путешествия в прошлом я не путешествовала не путешествовала я охотилась я не замечала никаких чудес и не понимала какой восторг может подарить дорога новые места и новые знакомства так что ты наверняка видел больше меня потому я сама не могла видеть по-настоящему мои глаза были закрыты тогда желаем держать их открытыми и увидеть все что захочется путешествия стоят того чтобы посвятить им жизни или даже несколько так успокоить пони глаза пони кажутся подозрительно умными создается неловкое ощущение что пони скорее подыгрывают вашим попыткам их успокоить посмеиваясь про себя тем не менее они послушно становятся на место готовясь тянуть повозку сложность 28 еле-еле прям ну и атлетику изи проходим так расчистить дорогу для повозки усилия не проходят зря груда загораживающего путь хлама сметена в сторону ну и нападаем на него ладно я все что? а да что же видимо мне пора очень жаль я еще не полностью удовлетворил свое любопытство но ничего не поделаешь время не ждет сдается мне ты что-то недоговариваешь господин Нартропол очень много в твоей речи и поведении странных обмолвок хм джубилос выдерживает паузу надо признать лицедейство не входит в число моих талантов я хотел встретиться встретиться тебе как бы невзначай естественным образом задать пару вопросов но довольно сложно выглядеть естественно когда случайная встреча происходит посреди мировой язвы а сам ты прибыл из будущего джубилос снова выдерживает паузу оценивая производимый эффект да все именно так как я сказал одни мои знакомые единые во многих лицах умеют творить любопытные вещи со временем я выпросил у них возможность встретиться с легендарным командором 5 крестового похода лично мне очень хотелось получить пару заметок о такой судьбоносной для галариона личности для моей статьи об эре утраченных пророчеств надеюсь ты не сердишься за этот небольшой маскарад а даже если сядешься я все я все равно доволен эра утраченных пророчества один из важнейших исторических периодов для галариона внутреннего моря именно в этой эре мы живем наша эра пришла на смену эре воцарение в 4606 году со смертью бога ародена что обрекло планету на многие годы смуты понятно ну ладно пока сожалею но меня ждет еще тысяча открытий я не могу долго задерживаться нигде но я был рад встрече она оставила столько пищи для размышлений прощай командор уже развернувшись к своей повозке джубилос неожиданно хлопает себя по лбу чуть не забыл тебе просили передать это так статуэтка жабы сделанная из цельного куска золота она больше похожа на идол чем на просто декоративную фигурку ну ладно так а теперь самое важное давайте попробуем его завалить но мы не будем с ним прям драться я просто хочу посмотреть что это вообще такое уж больно мне интересно приходится признать идея этой поездки была не самая удачная я разочарован но тебе так же предстоит разочароваться командор а и он сваливает просто да понятно да в общем не завалить нам джубилост огромного сожалению ладно хорош встреча мне понравилось а тут на него несет слишком много ну конечно бардак вообще полнейший среди заклинаний балет супер говеный древний ну ладно не супер конечно можно было бы и получше ммм м мы козырнее сделаем мы сейчас на нее свиток накатим с бычьей силой так по типу пожалуйста спасибо ну что у меня нету свитка бычьей силы какая незадача ну ладно нам все равно спать придется главное выйти из локации все остальные нюансы все выловили этого заразу что у нас произошло тут так угу хорошо что за лира мастера походу просят отдать им голосовые связки проклятого барда чтобы поместить их в реликвию которая почтит его память надо решить что это будет за предмет ну вот ну вот это выглядит поинтереснее это видимо на панель можно будет вынести использовать его там как-то чем носить эмулет давайте выберем вот это мастер поместил голосовые связки францестов потайной отсек на раме новой лиры в памяти о его великом таланте так это что у нас такое солдаты которые потеряли товарищей и утратили желание жить организовали клуб смертников они уходят из дрозена чтобы погибнуть в схватке как героя и нанести врагу наибольший ущерб к сожалению подобные действия рушат планы командиров и подрывают дисциплину в войсках запретить клуб к доброму поощрить клуб отнято 5% отчислен от численности нанятых отрядов все отряды врага получили черту раненые ага использовать смертников ловушки на демонов все отряды выбранной армии получают физ урон ну понятно дать уголек поговорить с воинами отнято 5% от численности нанятых отрядов моего и дух крестового похода повыше на 50% не хочу я им ничего отдавать но странно что при этом как бы ну 50 мне не надо меня вот и 25 устроит на самом деле жизнь драгоценный дар поговорив с командором бойцы поняли что их долг жить и сражаться во имя павших с новой надеждой солдаты рвутся в бой все красавцы опять королевский парад так это нет блин вот кнопка конечно дурацкая еще просто писет судьба злого дурмана давайте в работу так праздник священного воинства отдача провианта боевой дух крестового похода повыше не надо все генералы получат 1 к черте небесная опека размер лазарита увеличена 30 дней это тоже не особо нам надо мы всех победили призыв азад защитки свободы это че 3 азад ямаха лилеты эти так подождите сейчас мне надо посмотреть это лилеты вот эти ладно давайте лилетов возьмем так все супер тихо а вот в чем косяк заключается раньше так нельзя было ходить во время бумажек господи ну как же они тут все расхуйвертили это в своем новом патче просто пиздец генераты сраные слов нету просто ну в общем все пока выглядит так как будто бы мы не можем выполнить квест с сердцем загадки там вот это все и красиво все это разгадать вот не знаю видимо тогда в следующей серии мы пойдем в притон пряхи кошмаров думается мне других вариантов пока нету потому что нам нужно вот две локации налутать как минимум две в которые я не могу попасть сука почему-то ладно всем спасибо за просмотр и пока-пока пока Продолжение следует...